В последнее время своим клиентам и на всех конференциях я говорю, что 2013 год это будет год трансферного ценообразования в отношениях налоговой с плательщиками, в отношениях консультантов с клиентами. Почему? Потому что, во-первых, вступает в силу 39-я статья налогового кодекса, которая устанавливает новые правила определения обычных цен. Более того, 39-я статья может вступить в силу даже не в той редакции, в которой она существует на сегодня, а в какой-то альтернативной редакции, потому что существует 5 законопроектов, один из них уже даже внесен в полную раду, это законопроект «Журавка» о транспортном ценообразовании, который предлагает альтернативные какие-то методы для определения цен, нежели указан непосредственно в 39-й статье. Вернее, методы те же самые, подходы чуть более альтернативные. Более того, даже если предположить, что 39-я статья не вступит в силу, а будет отложена, что ни один законопроект не будет принят, а останется функционировать функт 1.20, то на сегодняшний момент мы имеем место в такой ситуации, находимся, когда, я скажу это так, налоговая служба Украины разрешила сама себе применять инструментарий обычных цен в контроле за уплатой налогов. Почему разрешила сама себе? В принципе, тот инструментарий, который давал функт 1.20 закон о прибыли, он был достаточно рабочий, и эпизодическая практика, когда налоговые органы доначисляли суммы налогов по результатам проверок с использованием обычных цен, она была. И более того, была эпизодическая практика поддержания такого подхода судами. Поэтому, в принципе, налоговая и раньше могла за ценами контролировать, но, скажем так, не было что ли моральной зрелости в этом отношении, не было готовности выходить в эту сферу взаимоотношений с бизнесом, в эту новую категорию споров. На сегодняшний момент налоговая служба для себя уже внутри приняла решение о том, что да, цены контролировать надо, ценовой фактор налогообложения это важно, и уже как дальше развернется законодательство, не так уж важно, практика будет применяться исходя из того законодательства, которое будет. И, с одной, это плохо, потому что это много новых споров с налоговыми органами, это плохо, потому что любая новая практика, она всегда проблемная, она всегда оборачивается дополнительными расходами для плательщика, но она хороша. Почему? Потому что для государства это новый способ, наконец-то, частично перекрыть существующие схемы минимизации налогов. Почему? Я говорю, что схемы минимизации всего две. Это вывод прибыли и перевод прибыли в менее налоговую инвестицию. Все. А все остальное это техника. И если и там, и там оффшоры могут использоваться и для того, и для того. Когда я говорю вывод, я подразумеваю, что денежные средства перечисляются, ну, вроде как по договору, но сами стороны, которые участвуют в этом договоре, понимают, что за этим договором ничего нет. То есть они под какие-то мнимые, там, репритворные услуги, под несуществующие займы, под несуществующие лицензии. Это вывод прибыли. Перевод прибыли – это когда внутри холдинга продукт произведен, он произошел там в несколько этапов преобразования, где-то он дорабатывался, где-то упаковывался, он проходил оптовый дистрибьютор розничного, и его спожил, потребил конечный потребитель. Вот в промежутке между этими двумя событиями, между производством какого-то продукта и употреблением, образовалась прибыль. А дальше для компании возникает вопрос, эту прибыль внутри перевести в менее юрисдикцию, которая предусматривает менее жесткое налогообложение, сделать трансфер. Собственно говоря, потому что цена образования – это трансфер. И здесь есть реальные правоотношения, они существуют. Вопрос только в том, насколько адекватна ли цена за эти правоотношения. И если, скажем так, когда у предприятия группа реализует метод трансферного ценообразования, она применяет такой принцип, советский принцип, на одном из этапов развития советского общества, существовавший, назовем его «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Это значит, что каждая компания делает то, что она призвана делать, а прибыли ей оставляет столько, сколько ей нужно. А все остальные прибыли уходят в неналоговую. Цель трансферного ценообразования – это установить другой принцип. От каждого по способностям, каждому по справедливости. И вот над этой задачей все мы, и налоговые органы, и консультанты, и плательщики будем в следующем году, и не только в следующем, будем работать много. Что мы имеем на сегодняшний момент? Вот Александра озвучила цифры. 50% использования офшоров по средней часской схеме, 98% зернотрейдера. На сегодняшний момент есть уже и методология, и практика проверок, и практика судебных в отношении борьбы налоговых органов с такими схемами. В чем суть? То же самое зерно, оно идет из Украины в Тунис, но оно идет через какую-то офшорную компанию. В принципе, если у нас нужно понимать, что в офшорную компанию она не заходит, просто там есть другая ГТД, и на входе в Тунис, Египет, в Сирию, там будет цена более высокая, чем она вышла из Украины. Если между нашими странами заключен договор о правовом содействии, договор об обмене информации, или хотя бы договор об избежании двойного налогообложения, я вот посмотрел в ванну, как ладит, но даже есть перечень договоров, то налогового органа есть возможность отправить запрос в ту страну, и сказать, а покажите мне цену по ГТД входящей. И увидим цену по входящей ГТД, использовать самый обычный метод, метод справедливой рыночной стоимости. Сказать, так вот она справедливая цена для соответствующего рынка. И на сегодняшний момент налоговые органы это делают. Второе подспорье – это различные отраслевые бюллетени. Есть письмо, по-моему, от 21 июля налоговой службы, где указан перечень источников информации, которые ГНАУ рекомендует использовать. Это веб-сайты, это журналы, это бюллетени. Есть держзовничный форум, который должен мониторить торговые рынки. Вся эта практика есть, и она будет. И как раз вот эти вот 52% и 98% зернотрейдеров так или иначе с этой практикой столкнутся. Но это очень простой вариант. Это то, что ждет нас в ближайшее время. Вторым этапом нас ждет, я надеюсь, что это так и придет, использование более правильных, более уместных методов определения обычных цен, таких как метод затраты плюс и метод цены перепродажи, которые базируются не на цене на товар, а на справедливом уровне торговой наценки. Иными словами, если мы говорим о том, что предприятие самостоятельно закупает сырье, несет все расходы, связанные с непоставками, занимается складским хранением, занимается производством, несет риски, связанные с тем, что оно не продаст, несет необходимость расходов на маркетинг, имеет транспортные расходы, то такое предприятие имеет право на больший процент прибыли, чем просто переработчик довальческого сырья, работающий по туринговой схеме. Потому что у него рисков намного больше предпринимательских, и справедливым вознаграждением за эти риски является более справедливый уровень прибыли. Как повлияют механизмы транспортного ценообразования на использование офшорных компаний? Если клиенты используют офшорные компании только для защиты бизнеса или для анонимности, то не повлияют вообще никак. Потому что ценового фактора во взаимоотношениях с этими субъектами есть. Да, есть какие-то корпорава, но и корпорава себе никак не повлияют. На бизнес, который использует офшорные схемы, повлияет, ну скажем так, на малый и средний бизнес. И, наверное, это хорошо, потому что на сегодняшний день в Украине уже есть упрощенная система налогообложения, которая, по сути, есть тоже внутренний офшор и более безналоговая. Очень нерационально с точки зрения государства, когда малый бизнес вынужден использовать в своей деятельности офшорные схемы. Крупный бизнес все равно не откажется, а малый бизнес должен переходить. И я просто понимаю так, что транспортная ценообразование, необходимость транспортного ценообразования, она в соответствии с законодательством такая. Очень, если ты используешь ценовый фактор в минимизации налогов, то тебе много дополнительных документов, придется там раскрывать перед налоговой информацию, нанимать дополнительных консультантов, которые смогут минимизировать риски. И следствие всех этих законодательных мер и контрольных мероприятий со стороны налоговой, будет то, что себестоимость офшорной схемы просто поднимется. И для малого бизнеса, который считает свои деньги, возможно, будет эффективным решение отказаться от использования внешнего бизнеса и перейти на использование внутренних офшоров украинских, то есть тех же упрощенных систем налогообложения. И это будет хорошо для Украины, потому что хорошо, когда украинские деньги в Украине и находятся, и рукой крутятся в наших банках. Что касается крупного бизнеса, то, естественно, никуда офшорные схемы не денутся, потому что там комплексная задача, и в ценовых факторах, в ценовых вопросах останутся использования этих схем. Единственное, да, оно удорожает, но это будет дополнительный клип консультантам. Какие-то совсем уж наглые офшорные схемы уйдут, то есть не будет ситуации той, когда товар заводится по 3 раза завышенной цене, но он будет завозиться по цене в 1,5 раза завышенной. Чуть-чуть налогов больше поступит в Украину, чуть-чуть налогов меньше останется за рубежом. Но так или иначе эффект от этого будет, но, естественно, как говорила Юлия, полноценно этот эффект заработает только тогда, когда государство сможет предложить альтернативу платильщику за отказ от использования офшоров. Если государство не может предложить экономическую альтернативу, налоги налогами, но вопрос безопасность бизнеса, вопрос стабильность бизнеса, вопрос инвестирования. Только после того, как эти аспекты предпринимательской деятельности в нашей стране будут приведены в порядок, только тогда бизнес откажется от офшорной схемы.